здравствуйте товарищи здравствуйте товарищи сегодня у нас финальная передача посвященная рождению революции 8 роликов было это девятый последний вот я все 8 роликов посмотрел с большим интересом которые записали уже и которые висят и на которые очень много отзывов хороших и много их товарищи посещают и я думаю что вот все кто смотрели эти ролики это мы уже поняли почему так вот далеко замахнулся блин саныч он взял то сказать 13 века 13 века и ведет 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 и нас медленно подтягивать к чему подтягивать у меня создалось такое впечатление собственно оно и было объявлено в одном из роликов что надо показать что революция это не то что можно остановить что можно делать назвать делать назначить или там какие-то деньги заплатить или деньги снять ее не будет и так далее то есть это настолько объективная вещь что она настолько коренится вообще в производительных силах и производственных отношениях и она настолько органично представляет собой момент в истории развития человечества что все попытки остановить революцию какую угодно хочешь феодальную хочешь буржуазную хочешь социалистической это не получится и так не получится и с той революцией который постепенно мы подходим и который подводит нас обстоятельства тем более мы уже констатировали что после того как появилась октябрьской революции никогда уже не оказался мир полностью капиталистическим а только расширяется в общем ну с некоторыми потерями но так ленин работе которая называется о лозунге соединенных штатов европы он так и излагал мировую революцию это говорит такой вот большой исторический период это целая эпоха обостренной классы борьбы острейшей классы борьбы контрреволюции и революции которые так сказать постепенно нарастает в одной стороне в другой стороне третий и вот как раз события в отличие от того как некоторые понимают что сейчас все во всех странах вдруг внезапно будет революция а у мне кажется что то что строится есть крим александрович это вот он как раз и показывает что все идет соответствии с такой идеей мировой революции причем это мировая революция может быть взяты как социалистическая может взята как такая такой процесс в котором становление формации кончается сказать и завершается и дальнейшим развитием она упрощивается развитием на собственной основе потом снова революция вот идет 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 и остановить этот процесс невозможно единственно что вот какая-то попытка если клемма сануще сегодня сделать и на этом остановить эту серию поэтому серию он может и удастся ему остановить а революцию все равно никому не даст серию придется остановить потому что уж 9 роликов на одну тематику это уже вот максимальное что можно вообще в принципе создать просто больше уже будет категорический перебор нужно соблюдать зато дикторик у разных деятелей не сможет вам сказать что вам нечего сказать про вашу революцию нам есть что сказать да и у вас еще есть еще и еще и еще и еще не жалко конечно сначала хочу маленькую сделать отступление в сторону книжки которая спешу и которая была анонсирована книжка будет сто процентов но она по объективным причинам затягивается в написании просто потому что как выяснилось внезапно нужно перепроверять и поднимать очень большое количество архивных материалов так сказать на местах именно в архивах я не могу выпустить в свет книжку где будут как минимум косые ссылки поэтому мне приходится проживая в леденграде нас кажется свои замечательно есть архивные материалы мне приходится ездить в том числе в москву и это отнимает время поэтому работа идет книжку нас в становлении и это в этом становлении преобладает момент возникновения в данный момент все поэтому движется поступательно в сторону победного финала просто оказалось что это не так быстро как хотелось бы в том числе мне я думал отделаться гораздо более малой кровью ничего не получилось ну вот вы нас уже подвели к семнадцатому году да и более того мы просто раз февральскую революцию по-моему еще мы не так сказать не разматривали мы остановились на самом моменте февральской революции я обозначил что она победила как вы могли заметить я специально очень мало останавливаюсь на подробностях самих революции моментов так сказать точек революции то есть я специально этого не затрагиваю просто потому что это описано в большом количестве литературы и вот за этим зеленым столом это тоже рассматривалось неоднократно и я не хочу повторять одно и то же другими словами задача моя совершенно в другом показать глубинные процессы которые стояли за политическими ситуациями которые возникали в момент времени и вот интересный такой момент я думаю что в вы опишите наверно будете об этом говорить что обычный ход революции такой что после революции как-то доступает реакция и контрреволюции хотя бы время наберет вверх и по этой вроде логики казалось бы у нас в россии если думать что в россии также будет как других странах по этой логике у нас значит за февральской революции должна быть какая-то фиандальная контрреволюция но в какой-то мере вот корниловский мятеж на это дело тянул а у нас в отличие от вообще всех стран чем может быть это тоже великий достоинство нашей революции а у нас после вместо того чтобы была феодальная контрреволюция не успела очухаться наши это буржуазии которая таскать еще не могла собрать и учредительное собрание как взяли власть большевики и установилась диктатура пролетариата это колоссальный шаг как раз и я это пытаюсь в том числе объяснить в своей книжке в своих беседах с дмитрием юрьевичем и теперь с вами в том числе начнем по старой схеме сначала и так будем идти до конца февральская революция победила и февральская об этом и о предыстории я говорил подробно в прошлом ролике кому интересно можете его и снова пересмотреть или по крайней мере отмотать там на вторую половину и хорошо в каждом следующем ролике указывать какие были предыдущие ролики на эту тему я просто как зритель просил бы даже чтобы таскать сразу их найти сделаем меня-то вы снабдили да сделаем ссылки этому последний ролик как раз буду удобно чтобы последний ролик и в конце сразу полный список вот тем более что товарищи внимательные уже его и сделали так что теперь у нас работа только в том чтобы этот эту работу подвесить до скопировать и подвесить вся соль февральской буржуазной революции в смысле глубинных процессов которые двигали была в том что она имела чудовищно долгую предысторию причем по-настоящему чудовищно долгую об этом я говорил у нас развитие пускай в зачаточных незначительных объемах этого буржуазного локуса в теле российской экономики началось еще в 18 веке и когда буржуазные отношения перешли в открытую фазу в 1861 году у нас удобный маркер есть такой-то вот отмена крепостного права вот 1861 по 1885 год когда крепостное право окончательно отменилось при александре третьем когда все крестьяне были переведены на выкуп вот с этого момента у нас есть точное понимание такой флажок можно прям воткнуть в хронологическую линейку что вот отсюда начинается открытое развитие буржуазных отношений с этого момента как я неоднократно отмечал феодальная монархия в россии была абсолютно обречена просто потому что она решалась база опоры она стояла довольно твердо на феодальном базисе но феодальный базис постепенно размывался размывался и стал уже указом сверху самого феодального монарха окончательно размыт вот во второй половине 19 столетия и к моменту совершения феодальной прошу прощения буржуазной революции в 1917 году в феврале у нас сон отправились два момента усугубленные фактором важнейшим фактором внешнего воздействия к моменту совершения переворота февраля 17 года буржуазия проделала огромный путь по усилению у нее были свои успехи большие если брать так сказать отдельно россию от всех остальных стран успехи были в самом деле огромные потому что из аграрной страны мы стали начинать превращаться в страну с мощной промышленностью и хотя конечно все равно аграрный сектор был значительно больше отсутствующие почти отсутствующая промышленность у нас возникла но возникновение мощной промышленности она начиная вот с петра даже наверное с алексея михалыча тишайшего источник петра первого создавала новый локус это локус социалистический потому что как только в одном месте стали концентрироваться наемные рабочие которые продавали свою способность труду как товар покупателю то есть капиталистам представителям мелкой средней крупной буржуазии в первую очередь конечно крупный у нас одновременно с нарастанием буржуазных отношений одновременно нарастали и отношений уже внутри буржуазного строя социалистические поэтому когда у нас вроде бы случилось наконец феодальная революция с к этому моменту было вызревшее движение пролетариата осознавшего себя как класс ну вот я обратил внимание что наряду с этим процессом который шел в области промышленности в городах у вас след за тем что было сделано лениным в развитии капитализма в россии показано как не со стороны феодалов а со стороны самих крестьян шел процесс разложения крестьянского хозяйства и за девятнадцатый век в россии в деревне образовались а батараки то есть рабочий класс деревенский б сегодня буржуа середине гривенек и мелкий буржуа типичный поэтому это вовсе уже не крестьянин это мелкий буржуа но сельский и кулаки и тогда выяснилось что есть уже база и поддержки социалистических сил будущих и рабочего класса одной стороны в городах имеется рабочий класс есть рабочий класс в деревне который помните были комитеты бедняков конечно лучшую это было рабочий класс а потом еще был у нас там машино-тракторные станции были там еще были на об этом опережку скажу машину на том что уже основа вот это вот сейчас вы говорите что основа была заложена к этому что все что потом настраивалась она все время имела такую историческую основу историческую подоплеку было бы таком и поддержать как говорится то чтобы стал делать рабочий класс городах тем более что буржуазия сделала ну страшную глупость буржуазия не стала отнимать землю у помещиков хотя казалось бы это напрямую ее историческая функция функции удивительно поэтому она не зря у нее всю власть забрали она свое дело не делала у нас конечно очень специфическая страна в том смысле что у буржуазия была сращена с старым феодальным классом с дворянством и аристократии как минимум культурными связями то есть оказавшись наверху общество разбогатевший буржуа ощущал себя барином дворянином более того они стали активно покупать эти самые должности название прошу прощения дворянское звание аристократическим кто там вдруг стал графом кто бароном ну как сейчас кто просто дворянское звание себе купил сейчас же тоже покупать конечно конечно повторяется все в россии конечно ну и поэтому я думаю что просто культурных сил не хватило для того чтобы выполнить ту функцию которую например во франции выполнила буржуазия или до этого в англии или в нидерландах или совсем до этого в 12 13 веке в италии когда под давлением буржуазии городской было отменено крепостное право явочным порядком фактически в итальянских городах север итальянских естественно то есть мог крестьянин поблагодарить за то что ему дали землю буржуазию не мог она не дала оставалась крестьянину крестьянину оставалось только поблагодарить большевиков конечно и вот тут как раз у нас имеет сыграл свою роль фактор внешнего воздействия потому что как я попытался показать всеми своими предыдущими восьми роликами экономика россии ну или руси если говорить о более ранних временах экономика россии никогда не существовала как вещь в себе это была система подсистема встроены в большую систему европейской а потом уже и мировой экономики и в прошлом ролике это было подчеркнуто особо что это вот часть мировой экономики причем уже довольно прочно вошедшие до причем уже не то что довольно прочно а неотрывно вошедшего как минимум во все европейскую систему мировую во все европейскую экономическую систему и поэтому когда мы подошли к буржуазной революции со всем основанием европа подошла к социалистической революции и мы как часть общеевропейского процесса просто не могли это проигнорировать как в культурном смысле, потому что мы видим, как у нас с 19 века начиная вырастают серьёзные мыслители во главе с Лениным, естественно, которые обосновывали необходимость и возможность социалистической революции, так и чисто экономически мы являлись самой слабой экономикой из топовой пятёрки Европы. Мира, конечно, в Европе мы занимали прочно 3-4 место, но это 3-4 место – это не первое-второе, это самое слабое звено среди самых развитых государств мира, и поэтому нарастающие в Европе противоречия между буржуазией и рабочим классом, а также нарастающие противоречия внутри самого класса капиталистов, которые раз за разом выражались в мировых экономических кризисах, не могли не найти своего объективного отражения в событиях, которые разыгрывались в России. А кто в мире впервые перевёл капитал на иностранный язык? Наши, конечно, да, причём это делалось с полного одобрения цензуры, потому что на первом переводе капитала Маркса цензор написал, что это настолько сложно и настолько недоступно для понимания простым человеком, что издавайте как есть, без купюр. Так и сейчас Бурградия наше издаёт без купюр. А сейчас все уверены, что не просто недоступно для понимания, просто никто не будет читать. А покупают, потому что толстые, красивые книжки, очень красивые. И те, кто издаёт, туда свои статьи помещают, за это гонорары получают, тут нового опоркуётся люди. Конечно, конечно. А сейчас, я помню, капитал сейчас стоил что-то около полутора тысяч рублей. Да. И если его покупают за такие деньги, значит, это выгодно, поэтому будут издавать, конечно. Это, кстати говоря, тоже объективный интерес в буржуазии, к самовозрастанию капитала, любым способом, в частности, за счёт издания… Капитала. Капитала, то есть прямо той самой книги, которая вскрывает, что есть такое капитал. Так вот, когда наши прадеды подошли к февральской революции, у нас уже возникла готовая фактически социалистическая революция, причём в первую очередь, конечно, как правильно подсказал Михаил Васильевич, в самом массовом слое населения России в крестьянстве, потому что по переписи 1891 года крестьянство составляло 97 миллионов человек, это очень много. Конечно, к 17-му году их было ещё больше, полагаю, там уже было за 100 миллионов, и движение такой массы людей невозможно было не парировать, по крайней мере, какими-то косметическими мерами в узкий временной промежуток, не парировать, не даже скорректировать в большой мере, не тем более пытаться противостоять, т.е. идти куда-то в другую сторону, чем идёт вся эта 100-миллионная масса. Тут нужно понимать, что разразился всеевропейский кризис, связанный с кризисом Первой мировой войны, потому что Первая мировая война к 17-му году превратилась в настоящее проклятие европейское. О том, как это культурно сказалось на сознании людей, прекрасно описал в художественной форме Эрих Мария Ремарк, потому что недаром его называют певцом потерянного поколения. Потому что европейское поколение интеллигенции, мыслящих, культурных людей, оно было, безусловно, потеряно, потому что никто даже представить себе не мог, чем обернётся Первая мировая война для всего мира и, естественно, в первую очередь для Европы, как самой пострадавшей части, когда вот эти миллионы людей, чего раньше в истории просто не бывало, миллионы людей оказались скучены на, в общем, довольно стеснённых фронтах, я имею в виду относительно тех масс народу, которых туда согнали, где они гнили фактически годами и каждый день перерабатывал живых людей фарш тысячами. Вот я был в городе Ифр, в Вельгии, и мы там беседовали с профсоюзными работниками, и нам показывали музей Первой мировой войны, а город Ипор, он назван по имени Газа-Иприт. Оборот. Газ-Иприт назван по имени города Ипор, это же был хлор всего лишь. Да, поскольку был применён впервые именно в этом месте, да? И там, в этом музее, музей такой хороший, там есть и панорамы, и диорамы, есть такие вот всякие оптические приборы, которые позволяют увидеть как бы наяву полная, так сказать, смесь, так сказать, месива из людей, каких-то их частей, крови, камней, грязи. И вот тут уже не в фильме, не в музее, а нам показали кладбище. Как вот говорят, как у них всё ухожено, да так ухожено, всё зелёненько, всё хорошее, и на нём стоят белые столбики, и вот читаешь там такой-то, лейтенант такой-то, из Новой Зеландии, так, капрал такой-то, из Австралии, ну чего тебя сюда занесло, занесло, то есть что ты здесь нашёл, нашёл-то здесь столбик. Точно так же и наших, сколько людей, сколько крестьян угдано было из России, которая, так сказать, лишилась такой массы рук, вы об этом как раз пишете, ну уже накануне этой самой войны, и брошено они на что? На то, что превратится в такие же столбики. Вот именно. И в эти самые столбики люди непонятно за что превращаться категорически не хотели. Причём они не хотели как у нас, так и в Европе. Если, например, тот самый упомянутый АнЗАК, австралийско-новозеландский корпус, он, конечно, был задействован, но это довольно ограниченный контингент. На население Новой Зеландии и Австралии, конечно, сильно не сказалось. А вот на населении Франции, Бельгии, Германии, Англии и России это сказалось самым трагическим образом. Таким образом, когда кризис, в первую очередь, конечно, не только экономический, конечно, в первую очередь экономический, но и кризис в головах вошёл в острую фазу, стало понятно, что какая-то из стран сломается первой. Первая сломалась, и, естественно, самая слабая экономика – это Россия, и когда масса солдат зачастую явочным порядком, потому что местами дезертирство просто из маршевых пополнений, не из фронта, а с маршевых пополнений составлял 25%, оказалось в городах, а в городах же концентрировались учебные команды, в которых готовилось пополнение, которое будет отправлено на фронт. Вдруг выяснилась неприятная для власти вещь, что, как раньше, использовать войска для подавления недовольства населения невозможно, потому что эти войска – это и есть население. Потому что если во время войн с Наполеоном можно было, например, применить войска для того, чтобы утихомирить крестьян. И это регулярно делалось, кстати. Ну вот вы сказали, что сломалась, я бы сказал, наоборот, вырвалась первая Россия. Нет, ну, с военной точки зрения она, конечно, сломалась. Я согласен с вашей, ну понятно, с военной сломалась, а с политической она вырвалась из этой мясорубки, первая. А почему? Потому что она слабое звено. А слабое звено имеет два смысла. Один смысл, который вы и лошили, потому что она экономиковой была наиболее слабой из крупнейших государств, но она слабая, потому что здесь уже такое революционное брожение было очень сильное. И поэтому то, что происходило, ну, означало одно, что люди не хотели воевать за чужие интересы. У них там, так сказать, все отбирают, им не дают землю, они тут будут проливать кровь. Поэтому крестьянин захотел домой и не захотел больше с этим иметь дело. А потом крестьянин, когда ехал на съезд, тут кто мог остановить создание съезда советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. А когда крестьяне ходили с винтовками по России, никто не мог остановить. Это потому, что они вот уехали с фронта, но они уехали с фронта с оружием, и правящие классы, ведь у них какое уязвимое место, что они, когда начинают войну, они вынуждены вместо наемных войск вооружать народ. Они народ вооружили, вот народ и подумал, что там ему нечего делать. И он начал останавливать это дело. Поэтому в военном отношении Россия сломалась вроде бы, а с другой стороны Россия первая из этого сумасшедшего клубка убивавших друг другу народов вырвалась. Как обычно, всё имеет свой негативный и логически с ним связанный позитивный момент, потому что, конечно, выход России из войны – это совершенно не то, в чём обвиняют большевиков. Конечно, большевики после победы уже Октябрьской революции подписали Брестский мир. А кто остановил вообще войну? Вот большевики и остановили войну. Так нет, но это же было, что называется, перевод де-факто в де-юре, потому что Россия как страна, как народ в первую очередь воевать уже просто не могла. Потому что когда говорят о том, что промышленность давала снаряды, промышленность давала самолёты, у нас были там свои 4 дредноута, это всё да, было. Но кому-то надо было начать. Вот уже немцы подписали, пусть они подписали для себя очень выгодный мирный договор, но подписали же, началось подписание мира. Я как раз хотел продолжить о том, что всегда забывают, что можно бесконечно спорить о количестве снарядов, патронов, которые у нас выпускались или закупались, достаточных или, наоборот, категорически недостаточно, но самое главное оружие – это человек, потому что все эти винтовки и дредноуты без человека просто красивое железо, а человек у нас массово ногами стал голосовать против войны. И поэтому у большевиков был только один выбор – в каком виде подписчик этот Брестский мир. Может быть, он был бы не Брестский, а какой-нибудь там Петроградский или Московский, или наоборот, там Лондонский. Но форма, да, это уже, конечно, субъективный фактор, конкретная его форма. Но то, что мы вынуждены были пойти на заключение мира – это, ещё раз повторю, перевод фактического состояния в юридическое, и в этом, конечно, был большой плюс. И этот большой плюс, конечно, смог состояться в том виде, в котором он состоялся, только из-за того, что у нас после Февральской революции сложилась система двоевластия. У нас был самоназначенный Совет солдатских, христианских, рабочих депутатов, который, конечно же, к системе законности царского правительства никакого отношения вообще не имеет. Ну так на то и революция. После революции старые законы никто не запрещал. А при этом у нас было самоназначенное временное правительство, потому что оно имело с точки зрения законности ровно такую же легитимность, как Совет рабочих христианских депутатов, потому что в отличие от временного правительства, туда-то, по крайней мере, были выборы. Туда людей реально выбирали, и эти люди имели за собой массу, которая отдала им свои голоса. Кто отдал свои голоса за временное правительство, я затрудняюсь сказать. А ещё они имели винтовку на плече, потому что большевики убедили товарищей не в том, что они нужны воткнуть штык в землю, говорят, это бесконечно вас будут гнать, если вы просто бросите это оружие, бросите эту винтовку, а вы её с левого плеча на правое переложите и направьте против своего царского правительства и правительства временного. А временное правительство стало гнать их на убой снова. Конечно, потому что Керенский озвучил идею о том, что нужно продолжать воевать до победного конца, и подготовил последнее наступление. А посмотрите, а крестьяне усвоили, что не нужно винтовку бросать, что не надо бояться человека с ружьём, надо ходить с ружьём, и надо, пока мы всё не истребуем, что мы собирались, они ещё не знали, как они получат эту землю, но эти крестьяне пришли землю забирать себе. Да, тоже явочным порядком. Теорио-явочным порядком. Ну и вот у нас получилась система двоевластия, так сказать, условно-официальная сторона, т.е. Временное правительство, она высказалась вполне конкретно, что воевать мы будем до конца, непонятно до какого. Там, конечно, были иллюзии, что нам отдадут Константинополь, Черноморские проливы в Средиземное море, но это была иллюзия даже для понимающих людей с той правовластной стороны, потому что об этом были вполне конкретные записи представителей Министерства иностранных дел и военного ведомства, что если мы войну выиграем, то даже в этом случае мы получим только те земли, на которых стоит цапог нашей пехоты. Т.е. если мы не окажемся в Константинополе и на проливах, нам их никто не отдаст, несмотря ни на какие соглашения, которые были заключены еще 18 марта 1915 года с союзниками. А с другой стороны, Временное правительство попало в собственную ловушку, вот после того, как Временное правительство возглавил Керенский, а он же был первым председателем Совета. Да, одновременно. Ну и как он будет тогда против? Он же социалист. Конечно. И как бы они, как социалисты, не должны так вот прямо выступать против Совета. Тем более в Советах все время было большинство меньшевиков, да и сэров. Чего им тогда против этих Советов? Они их терпели, как свою собственную поддержку. Они не понимали, что они по своему устройству, эти Советы таковы, что они могут быстро отразить то изменение, которое произошло в народе. И когда народ переизбрал их уже к сентябрю, оказалось, что вместо меньшевистских дополнительных органов, меньшевистских и социалистических, так сказать, в плане меньшевиков и сэров появились большевистские советы, которые поставили вопрос уже и о власти, и не просто они его подставили, а его решали. Да, ну и тут надо, конечно, сказать, что Временное правительство могло терпеть советы, могло не терпеть советы, а ничего с ними сделать это уже не могло, просто не было никаких физических возможностей. Абсолютно. Да, и тут, значит, в апреле возвращается Ленин в Россию и читает, во-первых, перед Финляндским вокзалом об известную речь, как будто бы с броневика «Фиат», но самое главное, что он издаёт апрельские тезисы. И апрельские тезисы, конечно, стали таким поворотным пунктом вообще в политической жизни России, потому что они очень чётко разграничили стороны противостояния, уже нового противостояния не между буржуазией и монархией, а между буржуазией и пролетариатом. Сразу стало понятно, какие конкретные силы, на какой стороне находится, кто за что пойдёт, а кто вообще останется в стороне в качестве пассивного наблюдателя. Потому что в апрельских тезисах Ленин высказал впервые в истории российской социал-демократии, в истории русской революции чёткие, очень кратко изложенные, сжатые пункты, на основании которых должна развиваться Россия дальше, по его мнению. И, соответственно, стало понятно, кто будет за развитием в этой парадигме, а кто против неё. Естественно, Временное правительство незамедлительно среагировало, объявив Ленина преступником, ему пришлось бежать, прятаться в разливе. И писать «Государство революции». И писать там, да, в шалашке замечательную статью «Государство революции». Кстати, кто не читал, всем настоятельно рекомендую, потому что это очень хорошее изложение его программ. А тем временем партия стала проводить 6-й съезд, на котором рассматривал доклад о вооружённом восстании, принял решение о вооружённом восстании. И так, кстати, вполне демократично, ну, правда, конспиративно, но демократично. Причём первая часть прожила в Выборгском районе, у Гренадерского моста, а вторая вот тут недалеко, у Ивана Черных, дом 23, который весь застав. И здесь, там даже сейчас картина есть, Сталин делает доклад о вооружённом восстании. То есть, ну, Ленин это Ленин, но, так сказать, это уже партия, партия это союз единомышленников, здесь партия раз взяла курс на вооружённое восстание, она его двигала, независимо от того, где сейчас кто находится, и это движение чувствовалось постоянно. Надо сказать, что тут, конечно, мы за большим почтением относимся и к личности и Ленина, и Сталина, и многих других замечательных деятелей партии большевиков, ну, как Молотова, например, но это всё не личности. Личности, я всегда об этом говорю, и в публичных лекциях, и своим ученикам, что история – это вроде как огромная волна где-нибудь на большом барьерном рифе в Индийском океане. А можно сказать так, что они… И эта огромная волна несётся, сверху такие красивые барашки, а на этих барашках едет серфингист на доске. И вот куда ехать конкретно по этой волне серфингист решает и едет, но в сторону от волны он свернуть не может, он будет лететь туда, куда несётся волна. Ну, вот большевики схватили эту самую волну, и они стали не просто личностями, личностей было много, а великими личностями они стали именно потому, что они увидели вот ту самую закономерность, которую вы в течение вот уже девяти роликов рассказываете сегодня, уже девятый. Вот она, вот эта линия, с которой никуда не сойдёшь. Ну, могут быть временные отклонения, там для истории пятьдесят, сто лет, в общем, мало что значит. Практически ничего. Практически ничего. Но линия, это дело, продолжается, и это должны понимать и сторонники революции, и противники революции, что увернуться от неё невозможно. И это все чувствуют. И вот некоторые, так скажем, которые даже набрали сейчас миллиарды, они сейчас как-то не очень празднично чувствуют. Вот обратите внимание, что не радуются вот буржуазеи, которые получают, они все грустные такие, там прячут свои деньги. Ну, если прячут деньги, значит, это что-то в самом деле чувствуют, потому что клад зарывают только в случае опасности. Да, да, и туда, и сюда, туда спрячешь, а там сделают какие-нибудь санкции, закроют, сюда спрячешь, найдут, тут ФСБ начнёт шуровать. В общем, короче говоря, как-то жалко и такое у них положение. Неуютно, а между прочим, это то же самое, что было в эпоху предфевраля и после февраля, потому что буржуазея в это время у нас занималась ровно тем же самым. Ну, буржуазное государство отметило 100-летие социалистической революции? Отметило. А куда оно денется? Ну, куда? Оно хоть и передвигало там на 4 ноября, но это связалось к тому, что надо начинать готовиться к празднованию. За три дня? По крайней мере, за три дня. Как минимум. Потому что, ну, кто это будет четвёртый отмечать? Отмечать всё равно седьмое. И от этого нельзя передвинуть великое историческое событие. Вот я бы тут ещё отметил, так сказать, почему. Была Великая французская революция. В чём её величие? Она впервые освободила работника от каких-то там вот личной зависимости. Это работник был или раб, либо крепостной крестьянин. А Великая Октябрьская социалистическая революция освободила от эксплуатации. Вот оно всё великое. И можно сказать, что вот эту всю цепочку, которую вы развертываете, можно сложить, так сказать, в три всего положения. Был коммунизм первобытно-общинный. Вы на нём останавливались, как он медленно переходил в рабовладение. Потом было отрицание коммунизма в виде рабовладения. Нет, рабовладение. Это всё отрицание коммунизма. Вторая формация, можно считать, большая. Эксплуататорская. Эксплуататорская формация. И отрицание-отрицание. По закону отрицания-отрицание неизбежно приходит уже бесконечное отрицание-отрицание эксплуатации. Это Великая Октябрьская социалистическая революция. Мировая по своему смыслу и значению. Она потому мировая, что так будет со всеми и везде, но не сразу. Конечно. Я как раз именно к этому и собирался переходить, что в Европе и вообще в мире в это время, конечно, рабочее движение набирает невиданные до того момента обороты. Потому что, конечно, мы знаем и в XIX веке очень широкое рабочее движение, которое, правда, по объективным причинам свелось к чистому трэд-юнионизму. То есть, профсоюзные рабочие боролись за улучшение условий труда, увеличение оплаты. Это да. А с другой стороны, АКТОС выгнал отсюда этих самых 14 государств, которые начали... А как раз я к этому... А вот это разве трэд-юнионизм? Нет, я говорю сначала в XIX веке, в XIX, в XIX, а к началу XX чисто экономические требования стали перерастать в политические, и мы видим, что, например, в 910 году вдруг в Португалии случилась мирная революция. Правда, она, конечно, была ещё буржуазная, но рабочие, хотя их в Португалии было и немного, тоже в этом активно участвовали. Мы видим масштабнейшие забастовки в США, мы видим, как Германия, самая мощная экономика континентальной Европы, находится на грани революции. Об этом были хорошо осведомлены и у нас, и эти революционные процессы складывались в единый вектор. Этот вектор, конечно, не мог не сыграть у нас, потому что когда временное правительство с февраля по октябрь доказало свою полную профидальную непригодность, настал момент, когда у буржуазии власть выпала из рук, потому что её же фактически никто и не пытался отнять, потому что она её сама уронила. Потому что момент вооружённого восстания, который выбрали большевики 25 октября 1917 года, я бы сказал, что это было такое ухождение по очень острому лезвию, потому что когда буржуазия перестала управлять страной, она фактически перестала управлять страной после провального наступления 1917 года, который организовал Керенский, и Россия находилась на грани катастрофы. Потому что кто думает, что революция в отдельно взятой стране – это какой-то ужас с матросами, мужиками, с наганами в кожаных куртках, вы не думайте, это, конечно, да, это неприятный момент в жизни страны, но вы не думайте, что это самое страшное. Самое страшное – это развал и исчезновение. Мы в истории видим, как такие моменты происходили. Они происходят чаще, чем революция в отдельно взятой стране, потому что Римская империя – величайшее государство своего времени, она просто в одночасье взяла и перестала существовать. Никакой революции там не было, она просто тихо гнила-гнила-гнила, а потом сгнила. А потом набежали, варвая, разрушили. Так потом они идёшь, чтобы они набежали и разрушили, они набегали, 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 а потом вдруг выяснилось, что император уже ничем вообще не управляет, и он не больно-то нужен. И вот последний император Рома Лавгустул печально кончил свои дни, а Римская империя прекратила своё существование, причём настолько ловко прекратила своё существование, что никто из окружающих не понял, что она исчезла. И современников. Потому что для всех современников было совершенно понятно, что Римская империя – она есть. но фактически её не стало, и мы находились на пороге того, что Российская уже империя, Третий Рим, просто перестанет существовать, потому что начался из-за нарастания и уже актуализации буржуазных отношений, начался, конечно, парад национализмов, потому что где буржуазия, там всегда сразу возникает нация. Так как, я это тоже пытался показать в прошлых роликах, у нас Российская империя стала очень сильно регионирована, в первую очередь по признаку промышленного и аграрного развития, эти самые регионы были не очень нужны друг другу. И в каждом регионе, который представлял из себя более-менее крупный этнический конгломерат, стала возникать техническая буржуазия, которая стала проповедовать и продвигать активно в жизнь самость своего этноса. Например, Украина. Да, но вот отсюда и сила позиции большевиков. Тут уже была не просто какая-то такая позиция временная, текущая, а была совершенно чёткая программа пролетарского интернационализма, причём с соблюдением всех демократических норм, с права наций на самоопределение, вплоть до отделения. Некоторые никак это понять не могут, как будто большевики приглашали отделяться. Нет, большевики приглашали к самому тесному единству, но не могу же я вас их призвать к единству насильно. Только тогда, когда вы имеете право от меня отделиться, я могу с вами соединиться. Я же как раз об этом и хочу сказать, что когда Временное правительство выпустило политический процесс, уже не экономический, а политический процесс из своих рук, начался этот парад национализмов. И у нас есть объективно существующий украинский этнос, никуда от этого не денешься, он начал формироваться в XII веке, что в первую очередь, конечно, выразилось в складывании южно-русского диалектора. К моменту Октябрьской революции это был этнос, и внутри этого этноса была своя национальная буржуазия, и она сделала, пускай на короткий момент, но своё национальное государство, и большевикам пришлось иметь дело уже по факту с наличием группы независимых фактически. Ну распалась Российская империя, распалась на отдельное государство. Конечно, независимых экономических акторов уже у нас и Сталин издал, на мой взгляд, единственное нормальное определение нации. Нация – это исторически сложившаяся общность людей, объединённых языком, культурой, психологическим складом и экономикой. И территорией. Да, и территорией, конечно, и территорией. Вот у нас есть территориальные образования со своими экономиками, со своими языками. Кто скажет, что украинцев, например, нет своего психологического склада? Есть. Экономика своя образовалась и большевикам, пришлось иметь дело с фактом, потому что политический процесс, упущенный временным правительством, привёл к тому, что теперь уже не только появились предпосылки, а появился факт того, что Украина, например, Таджикистан, Казахстан и прочие наши будущие республики стали самостоятельными странами. И что же Ледин мог бы им сказать? Я вас никуда не пущу. Поэтому можно сказать, что это второе величайшее достижение создания Советского Союза за такое короткое время вот этих… Ну вот буквально с 18 по 22 год. По 22 год. Ушедший, можно сказать, в свободное, в отдельное плавание, но понявший, насколько трудно удержаться в этой ситуации, когда со всех сторон враждебные силы, с одной стороны, а с другой стороны, а кто поддержал? А поддержал рабочий класс. Кто остановил войну 14 государств против России? Рабочий класс европейский, даже мировой. А кто Брестский мир, который… Вот Ленин настаивал, что надо его принимать, лишь бы был мир, сейчас хоть сохранить ребёнка, который родился. Ну вот говорю, нет, мы должны сейчас вот пойти дальше, так сказать, вперёд и так далее. Много было таких революционеров. Ну Ленин-то рассчитывал на… Даже Дзержинский, кстати. И Дзержинский в том числе. А уж левый коммунист во главе с Бухаренко, ну и без Ленина пойдём, давайте, так сказать, обойдёмся без него и так далее, вперёд. А кто денонсировал этот самый, на самом деле, Брестский мир? Немецкий рабочий класс. Немецкий рабочий класс денонсировал, тогда мы уже формально денонсировали его и, так сказать, все проблемы. Ну, потому что вслед за Октябрьской революцией у нас была революция в Германии, которая, собственно говоря, и послужила причиной её… И в Венгрии была. В Венгрии. Ну вот после того, как задушили и в Венгрии, и в Германии, вот маленькие революции, так сказать, потому что в Германии она, так сказать, в Советской Баварии же была, в Красной Баварии, но Венгрия сама по себе маленькая, так сказать. Вот у нас у Белокуна осталась улица, а Белокуна нету. Вот, я думаю, это тоже было таким фактором, который показало, либо вы соединитесь в Советский Союз… Да, это демонстрация была наглядная. Либо с вами вот так же поступят. И я думаю, что разгрызть отдельно Украину, отдельно… Белоруссию, за Кавказскую генерацию, Белоруссию и так далее. А вот когда они соединились, то есть это было, собственно говоря, единственное спасение, и можно сказать, что две силы сложились. Внутренние, которая схватывала от социалистического понимания, от пролетарского интернационализма, от необходимости вообще создания единого централизованного государства. И, с другой стороны, буржуазия оскалила свои зубы и сказала, иначе мы у вас всех съедим, если не создадите единое государство. Это как раз никуда не девающийся никогда фактор внешнего воздействия. Да он помог? Он всегда помогает в конечном итоге. Вот почему говорят, что когда вы знаете, куда плывёте, вам каждый ветер попутный. Именно так. Так вот, у нас случился Октябрьский переворот 25 октября 1917 года. Я вот обратил внимание, поехал в Москву все время, переворот, переворот. Видимо, у них установка была, не говорите о революции, но это правильно. Это абсолютно. Революция – это переворот, но только переворот такой, который ставит наверх не какую-то группировку того же класса, а совсем другой, противоположный класс, когда наверх приходит прогрессивный класс, который был угнетённым, а тот, кто был у власти, становится подчинённым, и уже теперь диктатура господствующего класса направлена против него, против буржуазии. Так точно. И вот тут нужно, опять же, обозначить очень важный момент, важный для понимания. Когда вдруг среди левых возникает критика, когда говорят, ну какой же это переворот, это революция была в октябре 1917 года, а с другой стороны, среди правых, говорят, переворот, переворот, это просто большевики захватили власть, им хотелось власти. И тут же в виде примера говорят о том, что ничего не поменялось, потому что, вы посмотрите, как только подлые большевики каким-то образом непонятным подкупили, взяли в заложники белых офицеров их семьи и детей, заставили их воевать на стороне всякой неруси, латышских стрелков, китайцев и прочих, значит, жидомасонов. И вот они, значит, победили, и что сразу делали? Установили НЭП, т.е. буржуазный строй. Нужно понимать важное очень, что после революции, вот именно момента переворота, в экономике ещё ничего не успело поменяться. Потому что, ну как же так, вот мы заснули с 1925-го, проснулись с 1926-го, а на дворе социализм. Ну, строго говоря, в экономике установили военный коммунизм. Что это такое военный коммунизм? Когда это военная политика, которая связана была с необходимым снабжением армии, и больше ничего. То есть, распределять по потребности, чтобы никто не умер от голоду, и армия снабжалась бы, и всё население бы снабжалось, и всё. Но никто не думал, что это будет постоянная политика. Никто не считал эту глупость. Т.е. тот, кто собирался её продолжать после гражданской войны, те разошлись, конечно, и с Ленинами. Он Зиновьев, например, собирался. Да, Зиновьев. Нельзя её продолжать после. А это обычное дело. Т.е. мы для того, чтобы построить социализм, т.е. плановое хозяйство, т.е. общественную собственность, строить нужно в тех условиях, которые есть. Аж какие условия? Капитализм. Это буржуазная, конечно. Я же говорю, что невозможно сказать, что мы заснули 25 октября, 26 проснулись, а уже социализм. Такого не бывает. Это то же самое нидерландская буржуазная революция, когда произошла. Никто не скажет, что заснули нидерландцы в феодализме, а проснулись – завтра уже смотришь – капитализм. Такого не бывает, потому что каждая формация как феномен имеет стадию становления неизбежно. И наша Октябрьская революция – это всего лишь начало процесса становления, который можно назвать переходным периодом. Но это нас отличает это очень сильно от буржуазной революции, потому что буржуазная революция, становление ее шло в рамках феодализма. Весь XIX век в России шла эта переработка, появление капиталистических предприятий в городе и в деревне. И практически уже к моменту начала XX века Россия стала буржуазной, а государство – феодальное. Следовательно, мы находились феодальной формацией, но уже процесс становления завершался. И осталось только одно сделать. Фактически отрезать лишнее. Лишнее. И сделать. Ну вот буржуазия все-таки… Власть получила, а отрезать не отрезала, потому что она не отрезала земельную собственность у феодалов. А раз она не отрезала, ну, это, значит, часть должны были сделать большевики. Вот они ее и сделали. И они сделали и заложили в этом смысле себе известную мину, потому что если вы будете в городах продолжать строить социалистическое хозяйство, условия капитализма в деревне сохраняются и развиваются. И поэтому буржуазные отношения в деревне развились до такой степени, что структура деревни к 1928 году была такая, как к моменту вот этого самого решения земельного вопроса. 6% кулаки, значит, известный процент бедняков и середники, и основная масса, и все. Вот об этом тоже нужно сказать, да. Потому что главной ошибкой, которую совершили представители Временного правительства, конечно, было затягивание решения земельного вопроса. Понятное дело… Ну, спасибо, и мы должны сказать? Обязательно. Текущий момент с войной они не разобрались, и стратегический момент, это момент земельного вопроса, который остро стоял в России, вот начиная с… То есть, вот какая-то вот для правящего властвия такого буржуазного, характерна какая-то жадность. Ну и так у вас власть, у вас все. Ну отдайте землю, она не ваша, она, так сказать, вот эта земля, она должна крестьянам, например, крестьяне тоже ваши, они бы были ваши, они бы были в ваш союзе. Нет, жадность фрая разгубила, вот не отдадим, мы будем держать. Тем более вы как раз рассказали, что они хотели быть не просто буржуа, они хотели бы быть как бы и буржуа, и помещиками одновременно. Да, это очень приятно, потому что главный культурный слой в России происходил из дворянства. Это приятно, но как вы, собственно, ненадолго. Да, да, доктор, я жить буду. Но недолго. Да, плохо, но недолго. Вообще я не доктор, я плотник, я в синем халате пришел. А тут хорошо, но недолго, вот, жили хорошо, но недолго, да, совершенно точно. Самый главный вопрос в России, стоящий остров 13 века, это вопрос о земле, и он достался просто вот в неизменном виде, он достался большевикам. Большевики сделали важный тактический ход, разрешили черный передел, потому что лозунг момента был «Мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам». И крестьяне смогли перераспределить землю, что очень важно, по едокам получить не на трудящегося, а на каждого члена семьи определенное количество земли в зависимости от территории. Большевики не просто пошли на встречу крестьянам, они, можно сказать, осуществили вековую мечту крестьянства. Вот вы сколько вот об этом рассказывали на протяжении всех вот этих роликов, что это всё время бился за это крестьян, крестьянский класс в России. Это был момент, который никуда не девался в России никогда, по простой причине, которая разделяется на два пункта. Первое, в России основная масса населения – это были всегда крестьяне, а значит, экономический базис был аграрный, и второе, этот экономический базис был чрезвычайно слаб в силу природных условий, которые нам достались, так сказать, от Бога. И эти природные условия диктовали то, что нерешённость крестьянского вопроса означает не просто плохую жизнь крестьянства, а периодически ставит её на грань или даже за грань физического выживания, с чем люди просто из биологического инстинкта самосохранения мириться не готовы. А когда с этим не готовы мириться основная масса населения, то вам придётся с этим считаться, хоть ты тресни. И Ленин исполнил ту самую вековую мечту крестьянства, а вариантов не было никаких, т.е. совсем, потому что любой человек, любая партия, претендующая на верховенство в стране, должна была считаться с чаяними и устремлениями основной её массы. Если бы она не считалась, она бы не стала никакой передовой партией, партия не смогла бы взять власть. Но только одна партия пошла на это, только одна. Говорили-то об этом, кстати говоря, ещё и СССР. Конечно, говорили-то говорили. Но как только СССР оказались, например, в большинстве в Советах рабочих крестьянских и салатских депутатов, они ничего не стали делать. А большевики, оказавшись во главе, они это делать стали. Кстати говоря, одним из первых действий большевиков, конечно, что очень показательно, помимо земельного вопроса, было создание наркомнации, наркомат по делам национальности, который стал решать именно вопросы межнационального взаимодействия в многонациональной стране. Сейчас его нет такого. Сейчас Медведеву предлагают, вы бы сделали, у нас столько проблем национальных, давайте наркомнаст, он как сразу стрепенётся и как ему представится Сталин с усами, так страшно ему. Никакого. Никакого. В никаком случае, давайте какой-нибудь отдел сделаем, какое-нибудь управление. Да, так вот, землю-то крестьянам отдали. И, конечно, исполнив вековую мечту крестьянства, столкнулись ровно с тем, о чём предупреждал ещё мудрый человек Пётр Аркадьевич Столыпин, говоря о том, что, конечно, можно раздать землю, но это спасёт крестьянство от элементарного недоедания на одно поколение, потому что раздать землю можно и решить проблему в локальном хронологическом смысле можно, но так как население неизбежно будет расти, на дело опять будут дробиться, и крестьянин снова встанет перед проблемой малоземельника. Это говорит о том, как большевики относились к народу. Они говорили, что надо не душить его, не заставлять, а если народ чего-то требует, надо пойти ему навстречу, и пусть он на своём собственном опыте убедится, что вот по этой линии, если вы пойдёте, то вы придёте к тому же самому. С самого начала это было сказано. У нас есть большевистская программа, которая сводится к тому, чтобы эта земля, так сказать, была в общественной собственности. Но мы идём навстречу вам и сразу решаем, что земля будет ваша. Но мы к концу 20-х годов, когда подошли, стало ясно всем, что вся структура, которая была до революции, вся в деревне возобновилась. Она просто сохранилась, эта структура... Она восстановилась. Почему сохранилась? Сначала было всё поровну. Нет, но я имею в виду, что она сохранилась в основе своей, потому что, ну да, устранили помещика совершенно. Разделили, у всех поровну. А потом начался тот же самый процесс. У нас родились мальчики, у вас родились девочки. Мы эту землю обрабатываем лучше и больше, арендуем у вас, а вы остаётесь нищим и так далее. Постепенно, к 28-му году сложилась такая ситуация, когда не по воле большевиков, а просто события развернулись так, что надо было этот вопрос теперь решать уже по-другому. Что надо соединиться. И вот потому, как решали его товарищ Сталин и большевики в это время, было видно, насколько мудрое решение. Коллективизация означала, с одной стороны, признание общинности, которая была всегда тоже вековым свойством и характеристикой организации крестьянства, с одной стороны. И, с другой стороны, признание крестьянами того, что вот мы пришли к тому же самому и надо это решение принять. То есть, это уже видно было не из дискуссии, не из рассъяснений большевистских комиссаров, а это было видно из жизни, что снова появились кулаки-мираеды. И если мы сейчас не освободимся от них, не соединимся вместе, а соединиться нужно без кулаков. Что такое ликвидация кулачества как класса? А вот больше мы ему не даём рабочую силу для того, чтобы он был кулаком. Вот что такое ликвидация кулачества как класса. А если он будет охальничать и выступать против государства, против учителей, против председателей Совета, вот тогда мы его будем наказывать и государственным путём. Да, это вот как раз то, с чем большевикам пришлось работать. Просто почему? Я это расшифрую. Если вы смотрели предыдущие ролики, там об этом сказано совершенно чётко, что наше крестьянство не могло выбраться из очень страшного замкнутого круга, которое было продиктовано, во-первых, малоземельем, во-вторых, скудностью самой земли на большинстве территорий, кроме Черноземья и некоторых регионов по Волжье, где очень благодатные условия для выращивания чего угодно. Крестьянин, будучи членом общины, был, условно говоря, условным хозяином, работником на очень скудном на деле. Так как народу становилось всё больше, а размеры пахот на земле в принципиальном смысле не росли, на дело становились всё меньше и меньше, уже подходя конкретно к прожиточному минимуму или падая за него. А значит, спасение было, вполне естественно, только в внедрении продвинутых агрокультурных технологий, сортных семян, механизации обработки земли, активной мелиорации, но какой активной мелиорации и какой механической обработкой земли будет заниматься крестьянин на деле в полтора гектара, которая находится под запашкой немедленно и на деле в полтора гектара, на которую урожайность 5-6 центнеров с гектара. А это мы можем что констатировать, что в 17-м году произошла социалистическая революция в городе и в буржуазной деревне. Да, и осталась в буржуазной деревне. Государство-то у нас, конечно, было пролетарское, оно, так сказать, всё объединяло на это государство, а экономика буржуазная в деревне и создавалась социалистическая в городе. К 28-му году оно уже вполне стало социалистической в городе, и тогда Сталин сказал, что если мы оставим частную собственность в деревне, общественную в городе, то вот на двух противоположных основах советская власть удержаться не может. Ну, тем более, что только что у нас был благотворный пример царской власти, которая также на двух стульях сидела. Да, и поэтому, судя по тому, как крестьянство к этому отнеслось, никаких таких бунтов, больших волнений по отношению к коллективизации не были, как всегда, это уже огромный процесс, миллионы были в этот процесс вовлечены, именно потому, что они подкреплены были созданием материальной базы, потому что буквально в том же году появилась масса тракторов, появились машино-тракторные станции, т.е. рабочий класс появился дополнительный в деревне, который занимался повышением производительности труда в деревне, и тем тем вот именно решал ту проблему, которую вы только что обозначили. Вот это был как раз главный вызов, который встал перед большевиками после взятия власти и победы в гражданской войне, это планомерный перевод всего хозяйства на социалистические рельсы, потому что крестьянин оказался в массе мелкобуржуазин. И тут, конечно, была, на мой взгляд, локальная ошибка большевиков в том, что они сделали ставку изначально на деревенскую бедноту, но после чёрного передела деревенская беднота перестала быть большинством на селе, потому что до того бедняков было большинство, и их количество непрерывно росло. А тут вдруг внезапно оказалось, что 6% кулаков и примерно 70% середняков оказалось после раздела. Я тут бы немножечко с вами подискутировал, потому что ставка была сделана на то, что будут созданы советы, а и, собственно, крестьяне и создавали советы. Им сказано, создавайте свои советы и решайте, что что хотите. И крестьяне и создавали. Вот какая была ставка в 1917 году. А вот пришлось к беднякам или к комитетам бедноты прибегнуть тогда, когда выяснилось, что в этих советах уже в связи с созданием мощного кулачества... Большинство составляет, естественно, представителей сельского буржуазии. Как они контрольный пакет уже держали в этих советах. Держали. Для того, чтобы провести коллективизацию, нужно было опереться на бедноту снова, уже в новую бедноту. Вот эту. Ну, так это уже было сильно позже. Через 10 лет. А 10 лет, фактически, Россия существовала в состоянии переходного, даже не 10, больше, в состоянии переходного периода. То есть, у нас была социалистическая власть, всё более нарастающие социалистические отношения в городе, среди промышленных предприятий. И сохранения капиталистических отношений в деревне. Да, где проживало 80% населения. И вот у нас были два пути выхода, среди которых большевики стали тщательно выбирать. Потому что ещё Ленин говорил, что есть два пути – американский и прусский. Прусский, понятное дело, это когда крестьян просто сгоняют в земли, без всякой земли, превращая их даже не в бедняков, а в людей, лишённых средств к существованию, кроме своей способности трудиться. То есть, просто в пролетариат, после чего они, если хотят, кто в город идёт на предприятие, кто помирать ложится, а кто устраивается батраком к юнкеру, т.е. к помещику бывшему. А теперь буржуа на селе. Ну и американский путь – это раздать всем землю, чтобы у вас… точнее, не раздать, а явочным образом забрать землю, чтобы фермеры трудились на земле и таким образом вступали в свободные, конкурентные, капиталистические отношения. Правда, конечно, мы могли бы так пойти, люди, которые ратуют за такой естественный путь развития, они забывают одну важную, две важные вещи, что как в Америке фермер землю-то получил? Это приехали англичане, бельгийцы, голландцы, немцы, французы, ещё чёрта в тупе. Перестреляли индейцев. Сначала перестреляли индейцев для затравочки, перестреляли бизонов, на которых индейцы охотились и их кушали, а потом освободившиеся земли забрали себе, т.е. это была военная колонизация. А мы-то где бы для этого американского пути нашли средства чисто территориальные для военной колонизации? Нужно было перестрелять таджиков, узбеков, финнов, поляков? Так надо понимать. А где для этого взять, я уж про моральную сторону молчу, где для этого взять физические силы? Ну вот я хочу сказать... И второй момент, который нужно обязательно вспомнить. Чем закончилось фермерское развитие в Америке? Оно закончилось тем, что 98% фермеров разорились. Да. А говорят, 2% очень производительный труд ведут. А 2% сделали гигантские агрохолдинги, которые в общем и целом организационно повторяют отечественные колхозы, за исключением того, что имеется частное присвоение результатов труда. Да. Поэтому у нас была, конечно, группа от Зиновьева, Бухарина и Каменева, которые проповедовали этот самый американский путь, то есть свободной капиталистической конкуренции, что должно всё течь само, разориться, не способный выдержать капиталистическую конкуренцию, перейдёт батрачить на успешных крестьян, которые станут крупными уже не кулаками, а, так сказать… И останется сбросить большевиков в городе только. Вот. А, да. Не давать хлеб этим большевикам, они и сами умрут, придут. Да, тут, конечно, или злой умысел, или прекраснодушие этого Зиновьевско-Каменевско-Бухаринского блока, потому что думать, что 80% экономики и 20% экономики – это равновесная сила, невозможна. Я вот хочу ещё раз вернуться к вашей главной идее, которая, мне кажется, проходит такой красной нитью через все эти самые ролики, которые вы, так сказать, ещё раз для всех повесите, чтобы могли пересмотреть и вернуться, что вот революции, они по заказу не получаются. И, скажем, коллективизация – это тоже революция, но уже в деревне. Ну, это просто окончание революции. Или окончание революции социалистической в России, в стране. И вот надо сказать, что если взять документы того времени, 28-го года, вот так вопрос о коллективизации стоял. Он записан был во всех партийных документах, в планах, но не конкретно. Почему не конкретно? Ну, в том числе и потому, что как бы надо нащёпать было, когда вот придёт к этому народ, когда это почувствуется. И вдруг пришло время, а очень просто пришло. Всё, так сказать, изменилось в деревне, и кулаки уже смогли обернуться, не сдавая хлеб, не продавая хлеб государству. Да. Вот что получилось. И вот в этот один прекрасный момент, в 28-м году большевики прекратили сдавать хлеб. А они… Крестьяне. А? Крестьяне прекратили сдавать хлеб. Кулаки. А, вы сказали большевики. Кулаки. Да. Кулаки. 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 Это оговорка была. Оговорка. Кулаки прекратили сдавать хлеб большевикам. Так сказать, как они считали туда. Всё. Прекратили в соответствии с общими вроде нормами, так сказать, мы же покупаем, больше мы вам не продаём. Мы продаём, мы вам не продаём. А мы вам продаём лён, пеньку, что хотите, всё остальное. А это не продаём. И дальше, значит, вот Сталин это описывал так, что бедняки уже всё сдали, потому что они что будут продавать? У них вот хлеб они сдали по той цене, по которой покупало государство. Государство покупало не по бешеной цене. Вспомним, что… Это более свободно в рынке, чем то, что от компрода идёт. Вот и здесь такая картина. Значит, бедняки все отдали. Середняки прекратили, потому что для середняков авторитет в деревне кто? Кулак. А середняки тоже не дают. Всё. Ну и Сталин говорит, ну что, значит, у нас вся индустриализация останавливается, всё строительство социализма останавливается, подготовка к войне, а она шла во всю, останавливается. И, так сказать, мы оказываемся у разбитого корыта, если мы эту проблему не решим. И вот в этот момент, помните, это поездка Сталина в Сибирь. Да. Вот, где он едет в Сибирь. Он вообще не любил ведь, особенно, разъезжать. Мало куда он ездил. Он не летал на самолётах, а на поезде долго, поэтому он… Вот он поехал в Сибирь, и оттуда, значит, сообщение для политбюро шлёт, для Центрального комитета, что я проверил, в чём дело. Почему, так сказать, там не решается вопрос. Раз кулаки не сдают хлеб, кулаки не сдают хлеб, не надо обидеться. Рейники тут не виноваты, они просто смотрят на авторитетов. Кулаки не сдают – это спекуляция. Они хотят, чтобы цена была очень большая. По выгодной конъюнктуре. А вот мы должны, как партии теперь правящие, выбрать. Либо мы пойдём на поводу кулаков и, так сказать, по высокой цене у них возьмём, это мы предадим бедняков полностью. И мы вообще перестаём быть… Может быть, мы правящие останемся, а уже большевистское и не останемся. Либо мы должны принять меры против спекулирующих хлебом кулаков. По закону о спекуляции. И вот я, говорит, начал принимать меры. Закон о спекуляции уже к тому времени имел место. Спекулировать у нас было просто запрещено. И вот я, говорит, выяснил, почему так получается, что прокуроры, судьи, они живут в домах у кулаков. И кормятся. А он говорит, а почему? Я спрашивал у них. А потому что там чище и лучше кормят. И вот, говорит, тогда я настоял на том, чтобы начали применять закон о спекуляции. И хлеб из Сибири пошёл. И хлеб из Сибири пошёл, и кризис стал разрешаться. Как только стали применять закон о спекуляции кулакам, середняк стал спокойно задавать кулак. Тут же нужно очень важную вещь понять, что кулак является кулаком не потому, что он такой плохой. И середняк слушается кулакам. Конечно, конечно, потому что вот у нас элементарная ситуация на селе. Так как сельское хозяйство в России – это просто лотерея или игра в кости. Вот есть у меня 10 соседей, и у меня, например, пятеро сыновей, а у них у всех по два. И у одного из них сдохла лошадь. А у всех остальных лошадей просто нету, потому что ещё одна проблема нашей агрокультуры – это худолошадность. А у меня две лошади и пятеро сыновей, значит, у меня урожая будет больше, и я своим соседям, чтобы они просто не перемёрзли с голоду, я попользоваться лошадью и дам зерна на зиму и на следующую посадку. Так как общепринятая норма этого самого процента долгового – это было 50%, то понятно, что они со мной не расплатятся за один год, и, скорее всего, не расплатятся уже никогда. И я сразу окажусь в очень выгодной ситуации, после чего у меня будет ровно два пути – или разоряться и превратиться в точно таких же бедняков, как эти мои соседи, или ещё больше наращивать свой капитал, потому что капитал может только возрастать. Если он не будет возрастать у меня, он возрастёт где-то в другом месте. Я хочу с вами поделиться своими впечатлениями от общения со студентами. Я ещё не встретил ни одного потока студентов, которые могли бы правильно ответить на вопрос «Кто такой кулак?» Под кулаком понимается какой-нибудь злодей, человек такой-сякой раз такой, или дают такой ответ – это люди, которые используют наёмный труд. Я им… На селе все используют наёмный труд, почти. Я им только что-то и разъясняю. Все используются. Я весной вас пригласил спахать. Ну, соответственно, вам заплатил. Вы использовали, я использовал наёмный труд. А осенью вы меня пригласили помочь убрать. Яблоки собрать. Опять теперь вы использовали наёмный труд. Ну, и, как говорится, если там сидели такие умники, которые вот так же отвечали, а таких умников было много, и тем более, скажем, ну, три рабочих приехало для того, чтобы проводить коллективизацию. Так уж они здорово разбирались, кто кулак, не кулак, не кулак. Я думаю, это вот чрезмерно так думать, что вот о них очень чётко разбирались. Они вот увидят, что много лошадей там или зажиточно живут. Ну, можно жить зажиточно, но за счёт того, что вот такие молодые парни родились и вот так-то хозяйствуют. А используется наёмный труд, но он составляет меньшую долю, чем свой труд, который присваивается. Вот если доля чужого, неоплаченного труда у меня больше, чем своего, вот, например, в том примере, который вы привели. То есть я такой заломил процент. Ну, как все. И потом так получилось, что я присваиваю чужого труда больше, чем своего. Тогда я кулак. Но ведь всё равно, так сказать, политика ликвидации кулачистого как класса, и вот это была революция в деревне, она состояла не в том, чтобы мы там запрещали ввести какие-то экономические отношения. Мы их кулаков избавили от наёмных работников. Что так как класс? Как класс это значит, что они не могут... Класса больше не будет. Вот и всё. Не будет этого класса, который будет иметь наёмных работников. Всё. Всё. Это такое. Почему? А потому что все эти работники бывшие наёмные, они собираются в один кооператив. Так? В кооперацию. Такую форму труда, при которой много лиц полномерно работают в одном или связанных с собой процессах производства. Так на барщине они работают. Крестьяне так и работали. Ничего нового тут не было. Нет, вообще ничего нового. Как на барщине. Только барина не было. Вот теперь только нет барина. Они снова собираются и работают. А, соответственно, раз они работают, никто не пойдёт наниматься кулаку. А раз никто не пойдёт наниматься кулаку, кулак или, так сказать, будет смириться с этим, или начнёт охальничать, как говорили крестьяне. Если он начнёт стрелять, если он начнёт заниматься вредительством, он начнёт убивать председателей сельсоветов, учительниц и так далее. Что с ним было делать? Вот тогда их отправили тихо, спокойно в Сибирь. Вот у нас с 1929 года начался процесс коллективизации. Выбрана была форма коллективного хозяйства, кооперация, о которой писал ещё Ленин, но он, к сожалению, не успел физически разработать последовательную программу. Это уже делал, собственно, Сталин. Это и Сталин не успевал. Почему? Потому что этот процесс революционный, как вот свалился на него, думали, все говорили о коллективизации, везде было написано, но это куда-то отправлялось далее. А тут оказалось, что вот сейчас надо решать, потому что иначе всё, перестал кулак задавать, кулак поставил вопрос о проведении коллективизации тут сейчас. Конечно, конечно, потому что если бы, вот как говорил опять же Столыпин, дайте мне 20 лет спокойствия, и вы не узнаете страну, как считают ведущие экономисты, которые разбираются с калькулятором с экономической ситуацией в России, 20 лет не хватило бы. Нужно было минимум 50 лет, чтобы Россию никто не срубил. 50. И вот тогда естественным путём, возможно, что-то бы разрешилось. Но вокруг России никуда не девался фактор внешнего воздействия. А вот посмотрите, как хорошо, большевики дали крестьянам землю, крестьяне полюбили большевиков, в том числе и кулаки. А почему не полюбить? Они же землю дали, они после этого… Собственно, и закулачились. И 10 лет, с 17-го по 28-й, 10 лет была спокойная жизнь большевиков. Какая? Спокойная буржуазная жизнь в деревне. Но большевики должны понимать, что она неспокойная для тех, кто является правящим классом. Потому что это бомба, которая должна взорваться. И как она взорвётся, мы всякие знаем, злоупотребление, и там, значит, какие-то перегибы, недогибы и так далее. Ну, вот такая социальная бомба, если взрывается, я-то ясное дело, что так просто это не обойдёт. Это же революция в деревне. И если в городах была бескровная революция, раз, и взяли власть Советов. Там уже кругом кооперация на всех заводах. А в деревне этот путь надо было пройти теперь за какие-то там десяток лет, а даже меньше, так к 32-му году всё было закончено. Просто на самом деле это не совсем социальная бомба, точнее, не так. Не только социальная бомба, потому что фактор внешнего воздействия у нас на этот раз был совершенно конкретный. Это был фактор военной угрозы прямой, который вообще даже никто не сильно пытался прятать. У нас только что закончилась интервенция, мы 14 государств выгнали со своей территории, и попытка номер 2 должна была произойти быстро, скоро и, самое главное, неожиданно в любой момент. Потому что это сейчас нам легко говорить, что вторая мировая началась только в 1939 году. Что вы так переживали? Тогда об этом никто не знал. Это во-первых. во-вторых, было совершенно непонятно, в какой конфигурации это произойдёт, потому что Европа, и вообще уже даже не Европа, а весь капиталистический мир вступил в фазу Великой депрессии, выход из которой мог быть только военный за счёт нового передела рынков. Владимир Александрович, мне вот особенно понравилось у вас, что вы вот всё время, с самого начала и до самого конца, во всех этих роликах, вы всё время берёте вот этот самый внешний фактор. Вот принципы внешнего воздействия целый ролик был. Да, второй ролик. Специально. Это внешнее воздействие, вы можете его теоретически от него абстрагироваться. Это будет интересная модель. Но на самом деле в современном мире это немыслимо от него абстрагироваться, потому что идёт всё время, так сказать, в империалистическом мире мы живём. А что такое империалистический мир? Там все борются за передел территории, передел мира, и поэтому так просто будут смотреть, как мы здесь резвимся, делаем или строим социализм, никто не будет. Поэтому нам с самого начала, как только мы закончили, только закончили в городе социалистическую войну, закончили гражданскую войну, вот тут, кстати, мудрые люди говорят, ну большевикам-то зачем она была, гражданская война? Большевики взяли власть. Если я взял власть, зачем мне эта гражданская война? Вы недовольны? Вы и начинайте. А я-то зачем буду? Поэтому понятное дело, что власть хотели получить вновь помещище буржуазные силы, тем более они такие сплочённые были, потому что это буржуазия, которая не отдала землю помещикам, и помещики, у которых буржуазия не отняла землю, поэтому они так вот с общими усилиями, они же не разделены были, они и боролись. Наша особенность уникальна. Особенность. Значит, это усилило их мощь и сопротивление. Да. Хотя, надо сказать, что они рассчитывали на поддержку других государств, но вот благодаря помощи рабочего класса других стран получилось, что только деньгами нам помогали, в общем, дальше белогвардейцам. Только деньгами и такими. И то не безвозмездно. И то не безвозмездно. И то не безвозмездно. Поэтому, в общем, проиграли. И тут же надо готовиться к следующему. К следующему. Когда неизвестно, когда на нас нападут, но нападут точно. В какой конфигурации, непонятно, кто именно, но точно нападут. И вот после этого выходят дурачки, которые называются историками и говорят, что «Сталин не знал, что будет война, бог ты мой». Только такой вот полный дураки могут говорить. Но это все знали? Абсолютно. Нужно почитать любую газету просто того времени, чтобы понять, что мир не Россия, а мир жил ожиданием новой войны. Не знаю насчёт мира, но вот если мы переходим с 7-часового снова на 8-часовой рабочий день, в связи с подготовкой к войне, после этого браться и доказывать, что люди не знали, что будет война, ну это просто детский фактор. Да, и вот в связи с тем, что у нас был такой свирепый внешний фактор, нужно было готовиться к войне. И для того, чтобы иметь хотя бы шанс уцелеть, это же был не факт, что мы уцелеем совершенно, чтобы иметь шанс уцелеть, у вас должен быть единый тыл. Единый тыл, который находится под одним управлением. Управление у нас уже было социалистическое, поэтому вопрос был в том, что или мы все переходим на социалистическое управление целиком всей страной, всем народом, или мы просто перестаём существовать. потому, что это был вопрос не то, что там большевики будут держать власть, а вопрос был выживания большой российской нации как таковой. В случае войны тот буржуазный класс, который был в деревне, естественно, будет в союзе с тем буржуазным классом, который организует войну. Представляете себе, у нас внешняя война, внутренняя война. И вот большевики это разделили и закончили ликвидацию кулачества как класса. Коллективизация, социалистическая кооперация. И мы уже к началу 30-х годов имели полномерное подчинение всего производства, всей экономики, общественным экономическим интересам. И вот это означало, это означало, ну вот в середине 30-х годов уже точно построение социализма. И уже война имела дело социалистической России, социалистическим Советским Союзом, очень прочным в силу правильной национальной политики, хотя эти национальные различия никуда же не исчезли, они оставались. Но все понимали, что выиграть можно, только сплотившись, только соединившись. И вот у нас к 32-му, 33-му году закончилось в основном не целиком, но в основном закончился процесс коллективизации, и к 35-му, 36-му году в основном закончилось социалистическое строительство, и вот именно в этот момент, только в этот момент мы можем сказать, что совершилась социалистическая революция, и поэтому у нас переворот… Завершилось. Да. Переворот 1917 года, а социалистическая революция 1917-1935 года. Вторым вызовом, конечно, который встал перед большевиками, который пришлось решать, это была индустриализация, потому что коммунизм, как известно, это электрификация всей страны. И это Ленин ещё начал решать, Ленин в этом отношении, и вообще эти старые большевики, которые делали переворот 1917 года, были очень последовательными людьми, потому что они твёрдо владели материалистической диалектикой и хорошо изучали капитал Маркса, точно зная, что есть самое главное средство производства – это человек. Человек – это самое главное… Самое главное производительное село. Я в данном случае метафорически выражаюсь. Конечно. Средство производства и самое главное производство средств производства – это категории А+, это учебные заведения, потому что ещё не кончилась гражданская война, она даже по-настоящему даже разгореться не успела, когда у нас начинают выстраиваться при выделении каких-то совершенно немыслимых по тем временам средств новые высшие учебные заведения, новые исследовательские институты, и у нас, прошу прощения, радиологическая лаборатория в 1920 году была основана, которая исследует радиацию деления атома. По тем временам это была чисто научная фантастика. То есть, сейчас мы бы примерно начали на полном серьёзе выделять деньги для скорой постройки космического корабля для полёта куда-нибудь к Сириусу. Это же научная фантастика. Я думаю, что фантастикой было бы, чтобы мы сделали потом ракету и ядерную бомбу, если бы это не было сделано вот тогда. Конечно, Ленин заложил очень глубокую основу, и он, да, и, конечно, началась полномерная электрификация. И культурная революция, вот то, о чём вы уже сказали. Да, конечно, это связано напрямую, потому что была чётко поставлена задача – всё население должно быть охвачено системой хотя бы среднего образования, с полным доступом к системе высшего образования, все, кто докажут свою состоятельность в вступительных экзаменах. Ну вот наша дорогая буржуазия пришла к власти, и у нас теперь вместо среднего всеобщего образования основное среднее курсе дела. Основное, да, конечно, в курсе, я в школе работал. Сколько классов-то? Ну, 9. 9. А зачем? Ну, в смысле, раньше 8, теперь 9. А зачем 10? 10 или 11? Я вот 11 скачал. 9, идите отсюда. Будьте любезны. Среднее образование пошли назад, а они в ВУЗе сделали на год-меньше. Да, у нас пока лауреат. Не имеют права преподавать в ВУЗе, не имеют права поступать в аспирантуру. То есть, это недоделок, говоря по-русски. Да, недоделок, да. И не имеют права, когда он на государственной службе иметь своё подчинение больше одного. Ну вот я и говорю, это, по-нашему говоря, не доучка. То есть, пошли назад в смысле образования и культуры. От начала 20 века, пошли в 19-й. Вот чего доказывать, что социализм выше капитализма? Потому что как только пришли хозяева капиталистического мира, они сразу ухудшили образование, снабжение средствами культуры и медицины и так далее. То есть, они сразу во всех этих сферах, духовных, не прямо, материальных, они сразу ухудшили положение. Везде. До 19 века. А мы в 21-м, вроде бы. На 100 лет назад. Опять нечётный век. Да. Нравится, видимо. Да, так вот, это был старт, который дал Ленин. Когда говорят, что у нас Сталин построил Советский Союз, а Ленин только там Польшу с Финляндии отпустил, это абсолютная чушь. Потому что без того задела, которое было сделано ещё в гражданскую войну, без электрификации последовательной, без культурной революции, без создания новых кадров, которые готовились на промышленной фактически основе, в новых вузах и средних учебных, профессиональных учреждениях, у Сталина просто бы не было кадров для того, чтобы... Но он был в то же время тем человеком, который реализовал этот весь план. Конечно. И особенно кооперативный, потому что кооперативный план был всё-таки в таких размытых конкурах. Ну и вот у нас стал вызов индустриализации. Первым, конечно, шагом к индустриализации была коллективизация, просто потому что не было твёрдой основы, на которую самую индустрию строить. Индустрия была нужна, нужна быстро и сразу. Об этом говорил другой мудрый человек, Сергей Юрьевич Витте. Когда он у нас находился при власти, человек был умнейший и очень осведомлённый, который большую часть своей сознательной жизни проработал на материальном производстве, проработал с железной дорогой, он знал, как устроена экономика. Он говорил о том, что нам нужно строить промышленность не постепенно, а сразу много и абсолютно новую. Потому что да, мы можем собирать автомобильные моторы по 30 штук, по 100 штук, по 300 штук. Можем собирать самолёты, там какой-нибудь Лебедь-12, у нас Владимир Александрович Лебедь, Лебедев, прошу прощения, во время Первой мировой войны смог выдать армии огромную партию, 192 самолёта. А товарищ Сталин, когда назначал маршала, министром авиации «Крылья Родины», молодого министра, он сказал, что ваша задача – каждый день выпускать на пол самолёта больше, чем вчера. Они шли просто вот так. Вот-вот-вот. А даже Витте понимал, что этот постепенный рост промышленности, он не перейдёт ни к чему. Потому что да, тогда это была третья, что называется, индустриализация Российской империи, она была взрывная, очень быстрая, и мы разом вышли на пятое место в мире по промышленному производству. Но Витте говорил, что этого недостаточно. И Первая мировая война на практике показала, что этого категорически недостаточно. Так как наши заокеанские и заграничные партнёры во время наших послереволюционных событий не стояли на месте, мы отстали ещё сильнее. Причём катастрофически отстали. И тут перед нами, конечно, встал ещё один вопрос, то, что Россия оказалась под санкциями, потому что... Нет, сначала задачу поставил, товарищ Сталин, мы должны за 10 лет... Это в 1929 году поставил. Да как? А я говорю про чуть-чуть раньше... Ещё раньше, да? Да, я говорю, что мы оказались под санкциями, нам просто никто не продавал технологий. Но, правда, грянул кризис, и стало чуть-чуть полегче, потому что мы получили возможность покупать технологии у буржуев, которые просто боролись за свои прибыли. Им неважно, кому продавать эти технологии, хоть капиталистам, хоть коммунистам, хоть чёрту. Дайте деньги. Дайте деньги. И мы, например, в Веймарскую Германию являлись просто как ангелы-хранители. Нам немцы, которые были задушены, буквально задушены репарациями, их назначили главными виноватыми, они нам готовы были продать всё, что угодно. Вот. Американцев мы подкупали просто. Американцы нам помогали делать трактора на кировском заводе. Так нет, ну, во-первых... Фарзон делал кто? Конечно. Во-первых, мы, как люди умно осведомлённые, мы знали, что в Америке есть такое прекрасное явление, как лоббирование. То есть нужно всего лишь купить своего политика или нескольких политиков. И вот, например, мы купили сенатора Мэлона, мы ему дарили из Эрмитажа картины, а он продвигал интерес Советского Союза в Сенате. Правда, потом это для него плохо кончилось, когда волна депрессии схлынула, вдруг выяснилось, что Мэлон брал взятки у сувьетов, и ему пришлось свою коллекцию картин подарить Метропольденмузею. Ну, полезно всё-таки. Смотрят люди же. Смотрят, да. Правда, теперь не у нас, но что же делать, это были вынужденные меры, к сожалению, человеческая жизнь дороже любого Рафаэля. Вот как-то так сложилось. Сталин уже в 1929 году, как вы правильно начали, сказал, что нам нужно… мы отстали от ведущих мировых держав на 50-100 лет, и нам нужно пробежать эту дистанцию за 10 лет, иначе нас сомнут. И это, учитывая, что был 1929 год, он угадал на 100%. Ладно, так пробежали же. И пробежали. И это стало возможно именно благодаря, конечно, тому заделу, который был сделан при… собственно говоря, если бы не было революции переворота 1917-го и окончания революции социалистической примерно в 1935 году, никакой этой индустриализации просто бы не случилось. А без индустриализации, прошу прощения, мы бы даже намёком, даже тенью шанса не имели бы возможностей не то, что победить, а выставить в условиях Второй мировой войны. Мы и так оказались на грани. Да, на грани. И за эту самую грань… И мы, кстати, понимали, что если мы в серию не запустим передовую технику, уже во время войны никому это не удастся сделать. Поэтому надо успеть до войны начать и Т-34, и пушку основную, грабину и так далее. Всё нужно было сделать в этот период. И самолёты, там и Ил-2, и лавочки и прочее. Ну вот если сейчас немножко забежать сюда, к нашей дорогой буржуазии, чем она занималась вообще? В 90-м году она пришла к власти. Ну вы пришли к власти. Хорошо, молодцы. Вы как, чем занимались-то? Вы что сделали? Деиндустриализацию России. То есть уничтожали предприятия, сокращали предприятия и не строили новых предприятий. И там, где было серийное производство, сделали… Мелко-серийное. Мелко-серийное. Вот на самолёты, посмотрите на наши. Это одно разорение. Ну вот представляете, 500 самолётов – это вот минимум, что надо выпускать для того, чтобы они были дешёвые. А если у вас 5 самолётов? Ну это на коленке вручную надо делать эти самолёты, отверточная сборка. И они золотые, эти самолёты. А зато мы будем, по велению товарища Медведева, закупать Боинги и аэробусы. И когда мы уже закупили, то как вы теперь закажете нашим предприятиям, если деньги потрачены, уже огромные деньги потрачены на закупку самолётов иностранных. А дальше обучение, а дальше ремонт, обслуживание. И там и тянется, и тянется, и тянется. А потом говорят, ну вот санкции. Нет, так вы сами сделали из второй державы, державу какой степени, я даже не знаю. Мы поставляли 40% гражданских самолётов в мире на момент 1989 года. 40%. Это можно было вообще нефиг не торговать. Можно было жить только на самолётах. Это же золотое дно. И сейчас у нас ещё, так сказать, мы видим по военным самолётам, что мы в состоянии это делать. В принципе. Но это надо вкладывать сюда средства. А как говорят, мы введем денег нет. А куда деньги делись? А их до границы выводят. Выводят. А иначе у нас будет инфляция, как там говорят. Да, да, да. А вот инфляция, например, у нас трудящаяся, совершенно не боится. Потому что то, что он получил на зарплату, ему хватает только до зарплаты. Ещё времени очень мало проходит. Он всё обратно мог покупать. А вот если бы у него были запасы, то они бы съедали его, так сказать, массу. Поэтому чего пугать-то инфляцией. Поэтому вся наша экономика зажатая, ей не даёт денег для того, чтобы она в кредит могла развиваться. Ну, возвращаясь к революции, её испытанием практика, конечно, стала ещё одна война. Да. А именно Великой Отечественной и, шире говоря, Вторая мировая. Потому что правильно с патриотических позиций говорить о Великой Отечественной, но Великой Отечественной же была всего лишь часть гигантской Второй мировой войны. А во Второй мировой войне выстоять смогли две экономики ровно. Это американская экономика, которая была самая мощная в мире, у неё просто был гигантский запас прочности, плюс в Америку никто не вторгался и никто её не бомбил. Они находились в супертепличных условиях, и, с другой стороны, советская экономика, которая находилась под чудовищным прессом, под постоянным разорением, под бомбёжками, обстрелами, эвакуацией необходимой, и вот в таких условиях мы смогли не просто выстоять, а смогли к второй половине войны уменьшить стоимость танка Т-34 почти в два раза. Не в два, но почти в два. А всё оборудование, вот я смотрел литературу по ценообразованию, и согласно этой литературе с 1942 по 1944 год производительность труда в военном производстве выросла вдвое. Это значит, что это такое? Внедрение новой техники и технологии. И, соответственно, себестоимость тоже вдвое, и цена на военную продукцию тоже упала вдвое, в итоге расходы государственного бюджета на оборону, на производство военной техники сократились с 1942 по 1944 год. К 1945 году у нас примерно было 19% затрат на часть военного бюджета, в разгар мировой бойни просто чудовищный. То есть совершенно фантастический результат. Вот при этом нельзя забывать о том, что к началу войны на момент 1941 года объединённая Европа, Евросоюз, который тогда назывался Третьим Рейхом, он по всем экономическим показателям, если взять брут, то нет масс выпускаемой стали, выплавляемой стали, количество электроэнергии киловатт-час. Вот по всем показателям, кроме нефти, нацистский Евросоюз был сильнее, чем СССР, и у них всего было больше, включая народное население. Но мы не забываем, что они практически не сопротивляли Гитлеру. Нет, я перед руками уже к нам вторглись, если посмотреть на общее народное население, которое поступало или напрямую на фронт, или на работы, запасы природных ресурсов, кроме нефти, там у нас был более-менее паритет. Немцы находились однозначно в выигрышной ситуации, однозначно в выигрышной. Плюс, конечно, нельзя забывать, что вся наша промышленность, которая была построена на 90% за 10 лет, 9800 крупных предприятий была построена на 10 лет, что просто немыслимо. Это предприятие, которому максимум 10 лет, т.е. у нас просто не было культуры инженерной школы и культуры производства, сопоставимой с европейской. Потому что, например, великолепный авиамотор Merlin фирмы Rolls-Royce, его не смог воспроизвести никто, даже в Америке. Ну да, его смогли повторить, но он всё равно по эффективности английского не достиг, просто потому что на заводе Rolls-Royce сборкой занимались, сборкой, точкой деталей и т.д. занимались рабочие, у которых было минимум 20 лет стажа. А откуда мы взяли бы слесарей, например, слесарей, с 20 годами стажа в таком количестве? Да ниоткуда, у нас в промышленности все 10 лет, у нас эти рабочие почти все бывшие крестьяне. Ну сколько открытий было сделано нами конструкторами. Безусловно, я имею в виду к тому, что… Сколько подвигов было сделано, и вот в это же самое время наши нынешние, так сказать, граждане, которые против нас делают санкции в Европе, они что делали? Они ведь встроились тоже в гитлеровскую экономику, и они обеспечивали, например, башни для танков немецких, делали в Чехословакии. Да, на Шкоде. Франция та же самая, она, так сказать, свою промышленность по существу отдала Гитлеру, без особенно без боя. Вообще вся Европа обеспечивалась. Спрашивается, а не у них ли на руках кровь наших людей? Даже я бы немножко расширил чуть-чуть, потому что у нас были наши союзники прекрасные в Америке и в Англии, которые напрямую уже в годы войны сотрудничали с нацистами, поставляя им нефть, конечно, по торговым, капиталистическим каналам, не через государство. Он в Испанию уехал танкер, там у Франка переливали его на немецкий танкер, и он отвозил это дело в Германию. Все грузовики и автомобили Opel находились, прошу прощения, это была акционерная компания Gentle Motors Company. Форд ремонтировал технику для нацистов напрямую, у него находились в Швейцарии его сборочно-ремонтные предприятия, которые занимались ремонтом техники. Капиталисты всех стран, соединяйтесь. Соединяйтесь. Поэтому, когда мы говорим о революции и о лозунге «Пролетария, в стране соединяйтесь», нужно понимать, что это не пустые слова, потому что капиталисты всех стран давным-давно соединились. Но всё-таки собственность разделяет, а труд соединяет. Всё-таки наш союз более прочный, и история это показывает. Следующий, потому что это этап. Подводя итоги, я хотел показать, как у нас родилась революция, она именно родилась, её специально никто не придумал и не сделал, и постановлением не ввёл. Вот пройдём буквально несколькими мазками для закрепления пройденного, что называется, этот путь, который я описал. Вот у нас в XIII веке начался, вот благодаря толчку, который дали татары-монголы, у нас начался переход основного крестьянского народа населения на водоразделы, с речных террас на водоразделы. И на этих водоразделах мы перешли к трёхполью, которая у нас сохранялась до Великой Октябрьской социалистической революции, как в XIII веке, в общем-то, мы землю обрабатывали. К трёхполью мы в основном перешли, конечно, не в XIII веке, а в XV-XVII веках, но, тем не менее, процесс начался именно тогда. И именно тогда встал вопрос крестьянского перенаселения, потому что у нас очень мало пригодной пахотной земли, и чтобы её откуда-то добыть, нужно заниматься целенаправленной мелиорацией и сведением лесов, для чего нужна концентрация трудновых ресурсов в одном месте, что в условиях федерализма делать просто невозможно, по объективным причинам. И вот тогда именно родилось противоречие между крестьянством и правящим классом, потому что правящий класс в то время, конечно, выполнял свою позитивную, прогрессивную историческую функцию, будучи единственно образованной стратой общества и единственно боеспособной стратой общества, которая просто осуществляла оборону родных рубежей. Как только правящий класс прекратил быть единственным воином на территории России, он остался только самым образованным. Вот, собственно говоря, и всё. А когда крестьян стали призывать в армию, они вдруг, оказалось, сами себе стали военными, потому что государева тягла, подразумеваемая в феодальном строе, означает, что крестьянин только работает, а его господин только воюет, и только поэтому-то крестьянин и работает, чтобы обеспечить себе защитника. И вот на базе этого самого нового крестьянства, которое разместилось на водоразделах, стало возможно сделать именно классического феодала, который превратился у нас рано или поздно в дворянина, который формализовало, так сказать, себя как класс при Петре I, осознав себя уже аристократией, потому что до Петра I, да ещё и при Петре I дворянин не было никакой аристократии. Это был просто солдат, который обязан военной службы или государственной службы, т.е. это такой, как бы сказали, наверное, по-японски, самурай, т.е. служилый человек. Сознав себя как класс, дворянство обнаружило, что оно имеет, во-первых, военную силу в руках, во-вторых, основную экономическую силу, потому что вдруг оказалось, что почти все крестьяне находятся в их владении. Ладно, не почти все, но очень большая часть. А раз они имеют военную силу и экономическую силу, они являются основой общества и стали диктовать свою волю феодальному монарху, который был прямым ставленником этой самой новой аристократии дворянства, что вылилось в серию государственных переворотов XVIII века, где просто дворяне физически меняли царей так, как хотели. И высшим выражением этой самой дворянской монархии, конечно, была Екатерина II, потом пытался с ней бороться Павел I, его просто физически устранили, убили, и только фактор внешнего воздействия в лице революционной Франции позволил снова построить абсолютистскую монархию уже при Александре I, Николае I, и вот ровно от Александра I и Николая I начинается стремительный процесс падения дворянства как правящего класса, потому что дворянство не могло решить главного вопроса, который тянулся с XIII века, это вопрос о земле. Невозможность решения вопроса о земле привело государству к тому, что оно должно было найти новую точку опоры, потому что дворянство как точка опоры уже никуда не годилось, просто потому что крестьянство не могло дать больше продукции, чем оно давало под руководством дворянства, оно давало некие 100%, можно было из них выдавить 120%, после чего оно начало головать и дохнуть, и тогда процент сокращался условно до 80-90%, что государство категорически не устраивало, и новой точкой опоры стала буржуазия, которая отменила своим существованием феодальную монархию, которая пыталась на неё опереться. А пока буржуазия долго и мучительно становилась с XVIII века, внутри буржуазии образовались объективные противоречия между, собственно, буржуазией и рабочим классом, наёмным рабочим, которые в условиях жесточайшего внешнего воздействия Первой мировой войны позволили реализовать революцию сначала буржуазную, а потом сразу же и социалистическую. Вот, собственно, всё, что я хотел донести, и на этом позвольте закончить. А я бы сказал, что вы сделали больше, поскольку вы показали объективную и неизбежную неизбежную социалистическую революцию, не только необходимость, но и неизбежность, поэтому понятно, что в историческом исследовании сказать, в каком году это будет, ну это никто не может. Вот Ленин, помните, там до революции говорил, что ну, наверное, мы не доживём до социалистической... Он говорил европейским студентам. Это было 22 января 1917 года, в Тюрихе он выступал перед студентами. Сказано было, что Европа больна и, условно говоря, беременной революцией. Ужасы Первой мировой войны, империалистической войны, естественно, как тогда говорили, приведут к неизбежному социальному взрыву и к грядущим революционным битвам в Европе. Мы, старики, возможно, не увидим этих битв, а вы, возможно, сможете не только в них участвовать, но и победить. Он имел в виду именно мировую революцию. Ну вот, а я думаю, что мы находимся как раз на таком этапе, где это и осуществляется. Конечно. То есть, речь-то ведь у вас шла о том, что она мировая революция, что она великая не только в том смысле, что она российская, и не только в том смысле, что она сувольдает от эксплуатации, а еще и в том смысле, что Великая Октябрьская социалистическая революция – это правоотвестница революции мировой. И мы этот процесс наблюдаем. То есть, сейчас в мире полтора миллиарда человек живут уже в странах, в которых победила социалистическая революция. А вот вопрос строительства, на котором мы долго тут останавливались, и больше всего вы об этом говорили, как трудно построить социализм, когда власть уже есть. И можно и власть потерять, причем при этом. А можно уже и построить, потерять, как получилось в Советском Союзе и европейских странах. Но все равно это не остановило и не остановит. Никакие, так сказать, зигзаги истории, они не останавливают и не отменяют вот этой главной поступи, которая совершается. Значит, всему миру предстоит разрешить противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения. Где-то там создаются революционные ситуации, когда одни не хотят управлять, не могут управлять по-старому, низы не хотят подчиняться уже, хоть не хотят жить по-старому. И идет обнищание масс. Вот, например, сейчас в России, можно сказать, правящий класс, только этим и занимается. Он все время опускает и опускает народ для того, чтобы как бы его возбудить. Я не знаю, какие цели он преследует, хотя можно получать и большую прибыль, и повышать зарплату. Но вот эта линия на разрешение противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения, эта линия историческая, и она не зависит ни от лиц, ни от географии, ни от национальности. Поэтому вот эта линия, она продолжается, и это противоречие будет разрешено, и во всем мире воцарится коммунизм. И, как говорил Ленин, имея в виду первые этапы этого, он говорит, что будет государство советское, управляя его пролетариатом всех стран. Вот к этому дело все и идет. И мне кажется, что вот вы своей, так сказать, панорамой революции показываете, что ход истории не остановить. Совершенно точно, потому что когда возникает вопрос, который рано или поздно возникает среди людей, которые плохо или вообще никак не знают Ленина, а просто творчество Ленина, а что-то где-то слышали. А вот там Маркс и Ленин все писали, что революция должна произойти в промышленно-радостных странах, а что же она в России-то произошла? Революция произошла не в России, революция произошла в мире, в России она только началась. И вот то, что она началась, вот 17-й год, это был спусковой крючок, это такой выстрел Авроры, если он вообще, конечно, был, теперь споры по этому поводу, но вот этот самый выстрел Авроры, который нам показал Эйзенштейн, это был знак того, что началась мировая революция, в которой мы с вами сейчас и живем, правда, находясь в периоде некоторой реакции. Поэтому мы напоминаем вам, товарищи, что мы живем в эпоху перехода от капитализма к коммунизму, в эпоху пролетарских революций и диктатуры пролетариата, с чем мы вас и поздравляем. Так точно. Спасибо, Катер Иванович. Спасибо. Вот такая история. На сегодня все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok